привет всем добралась до спальни буду делать уборку мыть окно стирать шторы тюль буду отбеливать окно у нас все лето открыто пыль постоянно летит причем очень хорошо тюль очень серый способ этот старый при старый но я таким еще не пробовала интересно смотрите сложенном виде в ванной видно что тюль серый при серый но я показать хочу какой он до стирки сейчас тюль сполосну слегка теплой водой чтобы смыть вот эту всю пыль а потом уже буду отбеливать вода не должна быть горячей или там кипяток слегка слегка теплая чтобы грязь не заварить тюль замочила в воде буквально на пять минут вот так немножко промыла от этой пыли все таки еще сполоснул короче на два раза прополаскиваем готовлю раствор для отбеливания тюля повторюсь не новый способ способ бабушек марганцовку беру на кончике ножа немного главное тоже чтобы не переборщить заливаю горячей водой можно кипятком залить но здесь такая горячая вода у нас идет что рука даже не терпит поэтому кипятком не заливаю если нету крана такой воды ну кипятком перемешиваем чтобы растворились все все кристаллики это обязательно чтоб на тюль не попали кристаллики далее возьму мыло хозяйственное именно хозяйственное мыло хорошего качества лучше конечно 70 процентов либо 72 какое имеете не белое не какое-то другое потому что реакции именно марганцовки и хозяйственного мыло производит такой эффект отбеливания с другим мыло может быть результат вообще плачевный если нету мыло жидкого можно взять обычное такое кусок мыло где-то грамм 70 90 примерно натереть на терке залить кипятком и тоже растворить так как у меня жидкое мыло я возьму примерно пол стаканчика 100 граммов тазик налила воды примерно у меня здесь 8 литров вода теплая рука терпит не знаю какая температура но рекомендуется если тюль отбеливать 35 градусов вот так не больше чтобы тюль ну понимаете синтетика если отбеливаете белую ткань из другой плотной ткани можно даже в кипятке потому что лучший процесс отбеливания быстрее не лучше а быстрее происходит так марганцовка вся вроде растворилась нету в середине кристалликов но все равно я хочу процедить мало ли что потому что кристаллики если попадут могут на ткани оставаться не видно баночки что есть отлично теперь добавляю мыло хорошо перемешиваю перемешиваешь цвет немного меняется уже не такой розовый сиденьки самой даже интересно какой будет тюль но я смотрела как это делается а сама не растет не отбеливала отбеливала раньше только пеленки все размешала хорошо и перемещусь ванную чтобы устоял тазик удобно помещаю и замачиваю видно что он белеет я еще с кухни сняла уже сполоснула и сюда же замочу у меня скупой с одного края цветной с другого белый ничего все оставляю не знаю можно час можно два пока буду заниматься уборкой спальни если сильно загрязненная можно даже на ночь оставить потому что вода не горячая процесс откисание подольше может идти солнышко встает освещает немножко нагреет у нас за окном сейчас минус 3 поэтому я жду пока будет теплее успела на балконе то помыть плюсовая температура была в видео было я показывала и тимохин пришел помогать уборкой заниматься показывать чем я мою стекла не буду потому что недавно было видео я мыла балкон кухонное окно и там рассказывала спальне также буду мыть точно просто скажу что воду добавляю керосин и мою стекла они блестят и разводов нет чем я буду мыть поверхности вода здесь у меня наверное чуть больше пол-литра кондиционер для белья обычный какой есть у меня он не слишком густой где-то примерно две столовые ложки добавляю можно даже вот таким образом сделать если более концентрированный густой поменьше добавьте он же тоже хорошо пенится вот в эту воду который буду еще нашатырный спирт нашатырный спирт называется аммиачная вода многие не знают одну столовую ложку добавлю если нет нашатырного можно без нашатырного работает очень хорошо это средство а с нашатырным просто эффект очищения от каких-то жировых пятен отличный но даже и без него прекрасно этим средством можно мыть все абсолютно поверхности пыль просто несколько дней вот как будто вы протерли только что особенно в спальне здесь постоянно постель заправляется убирается я протираю даже на тряпочку просто наношу на сухую кондиционер чистый и вытираю вытерла и она немножко высыхает не остается потом вы трогаете липкости абсолютно никакой нет и пятен не остается это просто еще влажненько вот видите она прям все исчезает моментально поверхность ну чистая около не знаю четырех-пяти дней точно вот как будто вы вытерли или не видно отлично вытирать мне очень-очень нравится вот знаете где ручки на шкафах вот здесь всегда они заляпанные такие кондиционером вообще классно если слишком влажно потом просто кондиционером натерли и сухой тряпкой просто протерли натерли до блеска но сильно долго натирать не нужно все маха моментально высыхает отмывается и ничего не видно и дальше когда вы берете не остается никаких пятен все потом вот такие ручки металлические они просто блестят они мне я уже это мыло вытирала я просто показываю есть какие-то загрязнения темное черное тоже кондиционером раз прошлись сухой тряпочкой вытерли выключатели у меня уже здесь все вытерто блестят отлично какие-то темные поверхности от пыли вытираете и все даже вот можно вот так смочить эту тряпочку в этом растворе особенно на кухне вот у меня стулья вытираю вот эти штучки металлические и потом сухой тряпочкой вытерла блестят все пятнышки отмываются классно пыль долго не садится очень хорошо отмываю кондиционером вот здесь как бы тряпкой моешь остается черное со временем на тряпочку на нашу кондиционер просто вытираю и все на дверях также когда моешь вот эти чернота здесь тоже все кондиционером смывает этой водой гардины там пыли очень много особенно на этих кольцах все отлично промоем обезжиривает замечательно можно даже это все помыть также грязь открывается отлично подоконник можно помыть тоже этой же хорошо отжимая чтобы не капала вот эти у меня уже чистенькие а этот оставила чтобы видели пыли сколько скапливается хотя периодически вытираю но все равно ну как периодически один раз полгода металлические штучки тоже все вытираются блестят и не надо никакого натирания чтобы пальцы не видно были абсолютно все протерла для того чтобы безопасно было лампочку все-таки вытираю досуха ну а тут в принципе она влажненькая сверху все высохнет беленько чистенько и пыли меньше будет вот так у кого плафоны такой способ классный мою стекла водой с керосином мне осталось только вот эту часть с улицы помыть вообще быстро все видно уже как блеск даже в солнечный денек на улице то холодно ну как уже не замерзает солнышко греет поэтому думаю надо быстрее быстрее это греет нужно кому-то вытереть кондиционер неразведенный я прям так смакну да вытру сразу другой стороной сухой чтоб сильно укра не было смотрите сейчас вот это все высохнет поверхности кондиционер никакие не повредит потому что это не абразивное вещество действует очень нежно на все покрытие смотрите никаких это просто рука с по телу даже вот так раз ничего не остается все никаких пальчиков даже если потрогали раз они уходят красота думаю блин это что следы что ли такие не по это так вот от обоев отсвечивает видите корбляшки здесь все чистенько ничего не видно если вблизи то никаких нету следов разводов классно все пробуйте и знаете поверхность после протирания кондиционером она такая нежная нежная по ощущению вот как как будто бархатистая хотя это деревянная поверхность очень хорошо с кондиционером мыть пол небольшое ведро но у меня где-то здесь 5 или 7 литров теплой воды добавить одну столовую ложку кондиционера этого будет достаточно при желании можно добавить одну столовую ложку нашатырного иногда добавляю иногда нет хорошо протирать плинтуса на них меньше оседает пыли и дольше держатся они чистыми у меня ламинат когда промываю пол он высохнет даже вот когда проходишь по нему после мытья с кондиционером такое ощущение как будто вот он мягкий даже что ли такое мне очень понравилось вообще получается кондиционер универсальное средство можно всем пол помыла чисто хочу еще добавить если вдруг надумаете мыть с керосином внутри помещения обязательно чтобы была возможность проветрить потому что керосин имеет запах не сказала бы что критично но все равно он присутствует если нет возможности проветривать керосина мыть не нужно хорошо конечно с улицы все мыть если много окон вот в частных домах это просто незаменимый способ меня окно приоткрыто и запах керосина выветривается где-то три часа у меня полежала в этой воде марганцовкой вижу прям вот беленько стало но знаете я несколько раз просто по переворачивала и руками вот так пожарского смотрите какой тюль белоснежный стирать я уже не буду машинки сейчас просто прополощу и все видно да конечно еще потом покажу поглажу машинки квартирные шторки подвесила они у меня из машинки сразу вынимаю полусухие не гладится ничего ткань я не знаю как называется у меня спрашивают что у вас за ткань бархатная какая-то что ли давно покупала в зале точно такая же ткань только коричневый цвет постирал и все но даже из машинки вынимаешь не мятые а тюль мне гладить нужно как бы я не старалась его аккуратно даже вообще встряхивая все равно не распрямляется весь вот какой-то жульками смотрите на эту красоту спящую балдеет постели на ему специально тут надо на мягеньком покрывальчики так удобнее комфортнее дать ему все у меня ведь вот где лежит все даже его не отжимая видите какой он жулька не получается он не отвисает пробовала чтобы отвисал во влажном состоянии не ничего подобного в общем-то до беленький такой осталось мне подвесить тюль на кухню и спальню погладила пять минут решила передохнуть хорошо за навесочка кухонная освежилась отбелилась но она не была конечно такой прям очень-очень серый но все равно видно что цвет намного белее стал я не знаю может быть видео не так передается если вот живую смотреть то видно что намного белее стала на диван присела сижу смотрю на чистоту пухонную до зале кто бы еще шторки постирал видно что они серенькие такие тим у тебя прям в распоряжении вся кровать со всех сторон ты тут кувыркаешься тюль подвесила мне понравилось отбеливать марганцовки с хозяйственным белым белый прямо цвет если поближе показать так верху белый но он весь такой же просто окно видите как отсвечивает наверно не так видно замечательно если издалека то белый цвет хорошо видно мне кажется окошечко для кота зале буду тоже отбеливать тюль таким же способом только я хочу попробовать уже не жидкое мыло а просто мыло хозяйственное натереть полагаю что именно твердая хозяйственное мыло она еще лучше будет действовать я заметила когда мылом хозяйственным натираешь белую ткань она просто белеет на глазах на сегодня дела закончены всем самого доброго мирного неба пока пока